Здравствуйте, с вами новости команды Активатики. И сегодня мы поговорим с вами о ужасных событиях, которые произошли в Кемерово, и о реакции российского гражданского общества на эти события. Все разговоры о том, что российское гражданское общество равнодушное, не способны к эмпатии, не способны к сопереживанию, что в России люди пассивны, вот все это оказалось сложью. И трагические события в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» показали, что как раз наоборот, российское гражданское общество живо, оно очень активно, и оно способно сопереживать. И это понятно, почему по всей России была такая активная реакция. Дело в том, что практически любой россиянин свои выходные проводят вместе с детьми в торгово-развлекательном центре каком-нибудь, в любом городе Российской Федерации такие центры есть, и очень многие такие центры не оснащены нормальной системой безопасности эвакуации людей при несчастных случаях. Поэтому люди очень сопереживали жертвам в торговом центре «Зимняя вишня». Как отреагировали россияне на трагедию в «Зимней вишне» в Кемерово? Дело в том, что наши центральные каналы, к сожалению, решили вообще никак не реагировать на это происшествие трагическое. Они не изменили свою сетку вещания, и власти хотели всячески замять эту историю и вообще не распространять информацию об этом. Я напомню, что даже губернатор Кемерово Тулеев не счел возможным развернуть свой кортеж и приехать на место трагедии. И если бы не активные действия граждан, то я вас уверяю, что про эту трагедию мы бы с вами вообще ничего бы не узнали, никакого бы национального траура объявлено бы не было. Вообще, со времен Чернобыля, я хочу сказать, мир изменился вообще коренным образом. И если, кто помнит, после Чернобыльской катастрофы советские власти пытались скрыть эту трагедию от людей, и несколько дней вообще про это было ничего неизвестно, и поэтому были такие еще большие жертвы, собственно говоря, теперь эта ситуация изменилась коренным образом. И люди в соцсетях начали активно обмениваться информацией, они начали проводить кампанию. Ну, каким образом? А очень простым. Они просто начали менять свои аватарки на траурные и начали требовать национальный траур. Их активные действия имели самые прямые последствия. Первое, прежде всего, на центральных каналах вынуждены были заметить трагедию в Кемерово и начали вести новости, начали транслировать новости о том, что там происходит. Во-вторых, Путин вынужден был изменить свой гастрольный график, и его просто вынудили, вот эта активная гражданская кампания, приехать на место событий в Кемерово. Ну и правда, дальше народ, конечно, испугался и с народом встречаться побоялся, но тем не менее цветы к стихийно организованному мемориалу, который люди, кстати говоря, организовали, он возложил. Третье, был объявлен всероссийский траур 28 марта. И четвертое, кемеровские власти вынуждены были выйти к людям, общаться с народом и даже каяться, стоя на коленях, как это сделал вице-губернатор Кемеровской области. В Совом Кемерово 27 марта прошел многотысячный и многочасовой митинг. Митинг шел больше 7 часов. Накануне власти не хотели проведения этого митинга, и они стянули силы ОМОНа к месту проведения митинга. Но такой был народный гнев и такое было желание у людей встретиться, задать свои вопросы властям, обсудить сложившуюся ситуацию. И такая была воля у людей сделать это, что власти просто не решились разогнать этот стихийный митинг. Правильно сделали. На митинге люди требовали, во-первых, правды о реальном количестве жертв, которые пострадали в этой трагедии. Они скандировали в отставку. Они требовали отставки губернатора Тулеева, который уже сколько лет управляет Кемеровской областью и при этом не счел возможным приехать на место трагедии. Они требовали, чтобы Путин лично вышел к собравшимся и поговорил с народом. И они скандировали правду в отставку убийцы. По всей России прошли акции скорби и солидарности с кемеровчанами. Люди выходили на центральные площади своих городов. Они несли цветы, они несли свечи. И они хотели выразить свое сочувствие тому, что произошло в Кемерово. Такие акции прошли на Пушкинской площади в Москве, на Марсовом в поле в Петербурге. Они прошли в Петрозаводске, они прошли на площади труда в Екатеринбурге и во многих других местах. Помимо этого, сейчас, опять же, в социальных сетях набирает обороты новое и очень правильное движение. Движение за безопасность в публичных местах. Ну, что предлагается? Предлагается делать фотографии запаянных, заваренных и всячески закрытых запасных выходов в торговых центрах, ну и вообще вот таких в местах скопления людей. Выкладывать на всеобщее обозрение в интернет и требовать от властей решения вопроса с безопасностью граждан. Ну, совершенно очевидно, что после Кемеровской трагедии российское гражданское общество заставит власти менять отношение к системе безопасности. Не утихает протест в Московской области за право дышать чистым воздухом и за цивилизованное нормальное решение мусорного вопроса. 29 марта в 8 часов вечера перед администрацией уже хорошо известного Волоколамского района собрались больше 6 тысяч человек. Что они требовали? Они требовали ввести в городе режим чрезвычайной ситуации. Я напомню, что некоторое время назад такой режим был введен для полигона Ядрова, для мусорного полигона, который в буквальном смысле отравляет жизнь жителям Волоколамска. И я также напомню, что из-за этого полигона несколько школьников было отравлено свалочным газом, и они оказались потом в госпитале. И я напомню, что жители борются с полигоном Ядрова уже не первый год, но если в прошлом году собирались сотни, то в этом году уже тысячи. И 8 марта этого года люди вынуждены были перекрыть трассу, чтобы не дать мусоровозам проехать к полигону Ядрова. И теперь люди требуют закрытия этого полигона, и они уверены, что режим чрезвычайной ситуации в городе заставит власти закрыть полигон. Исполняющий обязанности главы Волоколамского района Вихарев пообещал людям, что режим чрезвычайной ситуации будет введен. И обещал выдать средства индивидуальной защиты респиратора. Но, к сожалению, чиновник обманул. Буквально на следующий день МЧС дало опровержение. Что говорит МЧС? Режим чрезвычайной ситуации в городе не вводился. Предпосылок для этого нет. Как и тем более нет предпосылок для массового вывоза жителей в санатории или куда бы там ни было. Власти подходят к решению вопроса с утилизацией мусора по страусиному. Вместо того, чтобы решать этот вопрос, они просто прячутся от этой проблемы, зарываются головой в песок. Ну, на самом деле, что они еще делают? Они сейчас поставили в центре Волоколамска передвижное табло, якобы с информацией о состоянии воздуха. И на этом табло написано, что с воздухом все отлично. И на самом деле никакой проблемы нету и угрозы для жизни нету. Что не является, естественно, правдой. Иначе бы люди не травились и не попадали бы в больницы. Ну, протест в Волоколамске, несмотря на то, что власти прячутся от решения мусорного вопроса, никуда не девается. Он будет только дальше разрастаться и будет только дальше расти. И, собственно говоря, люди уже кое-что добились. А добились они ни много ни мало того, что главу Волоколамского района, господина Гаврилова, сняли с своей должности. От 30 марта жители Дмитровского района перекрыли трассу к свалке Непейна. Ну, почему? Ну, потому что этот вопрос о свалке Непейна в Дмитровском районе беспокоит жителей уже более 10 лет. И в 2017 году была организована инициативная группа для того, чтобы эту свалку закрыть. Дело в том, что на свалку Непейна свозится мусор сразу с нескольких мест. Это из Москвы, из Клина, из Дубны и из других районов, что противоречит регламенту полигона. Также мусор ввозят тайно, ввозят его в ночное время. Кроме того, туда ввозят ртуть, батарейки, что, естественно, запрещено. Об акции протеста узнала компания Экожилкум, которой владеет Ростех. Они испугались и переправили все фуры в другие регионы. Почему жители Дмитровского района протестуют против мусорного полигона Непейна? Ну, потому что у властей такие планы. Они вместо того, чтобы цивилизованно решать мусорный вопрос, делать раздельный сбор мусора и делать заводы по мусоропереработке, они собираются, наоборот, расширять этот полигон Непейна до 17 гектар. И более того, еще они хотят туда влепить мусоросжигательный завод. А как мы знаем на примере Балашихинского района, где был построен МСЗ-4, вот такие мусоросжигательные заводы, они в наших российских условиях не решают вопрос экологический, а только усугубляют экологическую ситуацию в районе. Ну, в целом ситуация с мусором в Московской области просто зашла в тупик. А почему? А потому что эту ситуацию не решают годами. Ну, мы можем посмотреть, как вообще власти пытаются решить мусорный вопрос в Московской области на примере недавних событий. Вот, например, все мы помним, как красиво и ярко в ручном режиме закрывалась известная свалка в Кучино. После активных протестов Путин лично закрыл эту свалку. Ну, как вы видите, то есть надо, чтобы уже лично президент закрывал свалку, по-другому никак на местном уровне почему-то такие вопросы не решаются. Но мусор-то куда-то девать надо, потому что если уж вы закрываете свалку, то надо было бы по-хорошему что делать? Вводить раздельный спор мусора, строить мусороперерабатывающие заводы и делать нормальную человеческую рекультивацию свалок. Ну, это дорого. Для этого нужна и политическая воля, и вообще какой-то мозг надо для этого применить. К сожалению, наши власти на это не способны. Они не придумали ничего лучше, как просто мусор с Кучино теперь возить в Ядрово. Что произошло в Ядрово, мы с вами прекрасно видим. Перекрытие трасс, многотысячные митинги, дети, отравленные свалочным газом, которые в госпитале оказываются, и прочие, извиняюсь, прелести. Теперь, после того, как власти обожглись в Ядрово, они думают лихорадочно, куда им теперь вот этот фильтрат с Ядрово девать. Конечно, ситуация какая-то дикая, потому что это напоминает мне такую уборку квартиры методом перекладывания мусора из одной комнаты в другую. Представьте себе, что вы каждый день мусорите, да, и вы перекладываете из кухни в ванну, из ванны в большую комнату, да, и вот бегаете с этим мусором. Ну, понятно, очень скоро в такую квартиру просто нельзя будет войти. Так что решили наши власти? Зампредседателя правительства Подмосковья Александр Чупраков провел экстренное заседание, на котором выступил с предложением вывозить фильтрат в Солнечногорский район. Новость эта мгновенно облетела общественность, и общественность Солнечногорского района встрепухнулась. В районе состоялось экстренное заседание главы Солнечногорского района и экстренное заседание Совета депутатов Солнечногорского района. И на заседании глава заявил, никакой фильтрат, ни с какого полигона в наш район завозиться не будет. Более того, на данную систему утилизации отходов отсутствуют выданные лицензии на территории Солнечногорского района. Ну вот совершенно очевидно, что после того, как жители Волоколамского района добились отставки своего главы, это очень сильно оздоровило ситуацию. И теперь другие главы других районов, они не хотят повторения для себя вот такой вот судьбы. Они не хотят у себя многотысячных митингов перед администрацией, не хотят перекрытия трасс. И вот такая активная позиция жителей, она заставляет, собственно говоря, главы районов вставать на сторону людей. Ну мы очень часто слышим о том, что в России бессмысленно совершенно общественные гражданские компании, бессмысленно защищать свои права, там митинговать, выходить на улицы, ничего вы не добьетесь. Вот на самом деле все это ложь. При активной позиции гражданской добиться очень многого чего можно. Ну и вообще вот последние события, они что показывают? Они показывают, что все эти разговоры про то, что россияне какие-то не такие, равнодушные, пассивные, не способные защитить свои права, вот все это на самом деле ложь. А на самом деле россияне очень даже активные и в критическую минуту они способны и к солидарности, и к самоорганизации. А это значит, что у России есть будущее. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова